Итак, всем привет! У нас сегодня вновь встреча Лектория тактики и практики. У нас сегодня на самом деле очень необычный гость, помимо того, что Олеся двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы и обладатель еще кучи, огромного количества разных государственных наград и званий. И не могу не сказать еще о том, что Олеся на самом деле имеет непосредственное отношение к старту проекта тактики и практики, потому что она меня на него вдохновила во время Олимпийского дня. И, в общем-то, идея сделать лекторию тактики и практики пришла мне в голову именно в момент знакомства с Олесей. И его, в общем-то, востребованность формата такого я поняла отчасти благодаря тебе, Олеся. Я очень рада. А теперь еще раз представлю нашу сегодняшнюю героиню, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Олеся Сыкина. Ура! Спасибо. Ребята, располагайтесь, готовьте свои вопросы. Напомню, формат у нас, как и прежде, интервью, но такое народное интервью. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы поднимаете руку, как вы себя обозначаете. Я вам обязательно дам слово и предоставлю возможность задать эти вопросы. И по традиции с нами прекрасное издательство «Ман Иванов Хербер». И у нас сегодня две книги от этого издательства. Это «Китайское исследование на практике» Томаса Тэнбала. И вторая книга «Бегайте быстрее, дольше и без травм» Николая Романова. Собственно, те из вас, кто зададут самые интересные вопросы, получат из рук Олеси Сыкиной эту книжку. С автографом. Конечно. С автографом. Итак, начнем сначала. Сначала. С чего все начиналось? Как ты пришла в легкую атлетику? Начинается, как обычно, все с детства. Как мы приходим в легкую атлетику. Я ребенок, выросший во времена перестройки. Поэтому мы все жили во дворе. И легкая атлетика моя началась, конечно же, оттуда. В пять лет мы с ребятами играли в «Казаки-разбойники». Мне кажется, что... Все спрашивают, когда я начала бегать. Но мне кажется, я родилась и сразу начала бегать. На самом деле это так, потому что ребенок первые свои шаги делает вовсе не шагом. Он, когда выходит из состояния равновесия, он тут же бежит. Если вспомните, как малыш начинает ходить. Он делает там «Разбойник» и это у него получается бег. Так что человечество вообще началось все с бега. И в «Казаках-разбойниках»? И в «Казаках-разбойниках». Нет, я от них просто убегала в «Казаках-разбойниках». Но у нас было очень активное детство, естественно. Мало было искушений всяких. И, собственно говоря, был двор, друзья. Что не было телефонов, компьютеров. Поэтому приходилось работать и тренироваться с тем, что было. Спортивный зал деревянный, маты, пять барьеров, дорога, которая вела от дома к конюшне. В общем, да, были такие истории из детства. Весна, везут, значит, туда, как это называется, на ферму, на ферму, на ферму, на ферму везут трактор. Ну, понятно, такой с пахнущим одним веществом. А тебе надо бежать, да, тебе надо бежать. И ты вот встаешь и бежишь. Плохо так, не хочется, а надо. В общем, я так думаю, что тогда я... Та спортсменка родилась именно в те минуты, в те секунды, когда тебе надо было бежать за вонющим трактором. И не хочется, и пахнет, а надо бежать. Потому что надо сделать тренировку, и надо дальше все, надо-надо, потому что это твое внутреннее желание, которое ты хочешь победить. И, собственно говоря, школьные годы мы прошли с физкультурой в такой связи, в крепкой. Я выступала на всех соревнованиях школы по лёгкой атлетике, естественно, и по волейболу, и по баскетболу, и даже по лыжам у меня умудрялись заявить на соревнования. Я категорически сопротивлялась. Я говорю, можно я сниму лыжи, а не нет на лыжах. Я говорю, у меня быстрее получится бегом. Мне говорили, нет на лыжах. Ну, в общем, бег на лыжах, он тоже у меня был. Я один раз услышала от комментаторов, когда по телевизору шла трансляция Олимпиады, по-моему, как раз лёгкая атлетика или марафон какой-то. И кто-то рассказывал, что вот африканские олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике появляются так. Сначала бегал за зеброй, а потом раз и побежал на Олимпиаду. И я так по твоему рассказу предполагаю, что их похожая история с трактором. Похожая история с трактором, но я ещё хочу рассказать одну предысторию. Я сначала как-то не настолько сильно внимания продавала лёгкой атлетике, потому что я до 9 класса занималась в музыкальной школе. По классу чего? Фортепиано. Во втором классе я сказала маме, что я пойду заниматься музыкой. И у нас внизу был клуб. Собственно говоря, близость, она очень способствует определению направления, как дальше развивать ребёнка. У меня был клуб в музыкальной школе, я пошла туда. Мама сказала, ты уверена? Я сказала, да. Я благодарю своих родителей, они мне давали всегда шансы сделать свой собственный выбор, за который я уже тогда несла ответственность. Это немаловажно тоже. Да, и я 7 лет отучилась в музыкальной школе. Преподаватели по физкультуре говорили, чтобы я занималась всё-таки уже посерьёзнее лёгкой атлетикой, потому что у меня были способности к этому. Я прыгивала у всех мальчиков в длину, выигрывала их тоже на 60-метровке. А школы какие-то были спортивные или уроками физкультуры так всё и заканчивалось? Да, вот до 9 класса это всё заканчивалось, ну, где-то до 8 класса это всё заканчивалось уроками физкультуры. И физкультуры было очень много, очень. Ну, ни одна перемена не проходила без классиков и без резиночек. Если помню, дети уже забыли эти, ну, возрождаются эти резиночки все. И было такое количество строящихся домов, пусть дети меня, дай бог, не услышат, стройки были кругом. Это очень интересно, и там невозможно находиться в пассивном состоянии. И стройки эти были, они, конечно, все покорены от и до. Догонялки, прятки и прочие вещи. Вообще детство было весёлое, такое, очень активное, очень весёлое. У нас тогда не было гаджетов. Не было гаджетов совершенно. И дома меня было крайне трудно найти, ну, только покушать. Музыкальная школа закончилась, и я решила заняться серьёзно. Ну, в общем, если я чем-то серьёзно решила заняться, то я занимаюсь этим серьёзно. Я сказала, что сначала музыкальная школа, я закончу, дайте мне там отучиться. У меня было фортепиано ещё, в пятом классе у нас второй инструмент, флейта была. И образовательная школа, и хотелось всё как-то тянуть, и ещё хотелось как-то общаться с друзьями, потому что каток рядом, всё рядом, и этого не хватало очень. Ну, после музыкальной школы я решила осознанно, опять же-таки, пойти в спорт. И как-то очень всё быстро, быстро пришло, видимо. Ну, способности есть, конечно. Просто немножко дали физической нагрузки с нужным тренером, и я и сама внутренняя была готова двигаться в этом направлении. Как он появился в твоей жизни? Тренер у меня был там, дома. Александр Патилеевич Лоскуткин, он занимался, дай бог ему здоровья, детьми. И я бесконечно благодарна тем людям, которые вот в таких маленьких точках, посёлках. Ну, я жила в Калуге, в большем городе, но на окраине. Они занимаются с детьми, вкладываются в них. У меня тётушка сейчас тоже директор школы, она в Людиново, достаточно далёкий район в Калужской области. И вот они там занимаются пропагандой спорта и развитием. И вообще там весь этот спорт держится у таких людей. Я бесконечно благодарна за то, что он меня нашёл, удержал, потому что очень тяжело удержать ребёнка в 16 лет в спорте, особенно в таком спорте, как лёгкая атлетика. Это там не футбол, не хоккей, не теннис. А что в тренировку? В тренировку лёгкой атлетики? Ну, мы на самом деле делали всё. В юном возрасте мы прыгали и бегали. Ну, насколько позволяют, конечно же, условия. Если у нас не было там много барьеров, по кругу барьеры мы не бегали. Было там 5 барьеров, мы их использовали. В общем, если есть база какая-то, можно делать всё. И в длину, и в высоту. Если есть шесты, можно и шестом попробовать. И ядро, и копьё. Из подручных материалов. Ну, на самом деле, да. Да, это вот подручные материалы. Фантазии тренера тоже преклоняюсь перед ними, когда они умудряются из каких-то вещей сделать снаряд или что-то такое. И есть примеры, и льют сами ядра, и заливают круги, сектора. Да, это есть, ну, к сожалению или к счастью. Ну, вот на таких людях и держится левая атлетика. Где-то там далеко, не в Москве, а в других окраинах нашей необъятной родины. А вот этот момент перехода из, скажем так, любительского спорта, да, спорта во дворе, в спорт профессиональный. То есть что вообще происходило? Это какая-то была специальная школа спортивная или что? Я так понимаю, что после девятого класса уже, да, вот этот момент состоялся? Ну, да, когда я решила уже плотно заниматься, да, я решила заниматься лёгкой атлетикой, и, понятное дело, что в детственном классе возникает вопрос, куда дальше идти учиться. И мой тренер первый имел такого друга в Туле, он впоследствии стал моим тренером, с которым я добилась всех тех результатов, которые у меня сейчас есть, Сергей Сергеевич Мреута. Вообще была такая практика, но она и сейчас существует, ездить по, ну, как вот тренеры ходят по школам, смотрят талантливых деток, также есть тренеры, которые ездили там по соседним районам, по областям, и искали там талантливых детей, потому что у них был больше опыт тренерства, и вообще они были, например, готовили сборную России. Ну, вот Сергей Сергеевич Реутов однажды приехал на чемпионат области нашей, Калужской, и, увидев меня, сказал... Вернее, он хотел сначала взять к себе другую девочку, которая давно заметила, а эту рыжую мы... Ну, ладно, посмотрим. В общем, однажды он, собственно, пригласил к себе в Тул на сборы. На две недели мы поехали с моим первым тренером на сборы, и вот он так посмотрел, как я тренируюсь, сказал, а вот эта рыжая, это, наверное, получше будет. Я помню, я тогда заболела, температура... Мы жили в общежитии, это был мой первый опыт в общежитии. В пятом классе, это было... Нет, это были, как бы, чуть-чуть сборы. А, это чуть-чуть сборы. И я тогда... Ну, нас расстелили, естественно, в общежитии, не было средств жить в хорошем отеле, студенческая общага. Впоследствии я, конечно, у неё переехала, но Сергей Сергеевич Реутов пригласил меня в их институт, тогда он назывался политехнический, сейчас он называется Тульский государственный университет, и пригласил тренироваться у него. Собственно говоря, у меня были уже планы на университет, я понимала, что, закончив 11 класс, я поеду в Тулу поступать и буду тренироваться у него. А поступала ты куда? В Тульский государственный университет. А специальность? У нас была хитрая специальность, тогда она была совсем новая, это был, наверное, второй курс, которым я училась, ну, второй курс от начала. Назывался это, в общем, лечебное дело, у нас были медики и спортсмены. Вот я была на кафедре физической культуры и спорта, понятное дело, где мне еще быть. Но было интересно, у нас была база хорошая, медицинская, у нас там были и лаборатории, там всякие органы были, нас водили, все показывали, было очень интересно. Первые два года я активно училась и тренировалась в Туле. Тогда не было еще так много сборов. Ну, а потом, конечно, большое количество сборов и приходилось дистанционно как-то учиться. Мне вот всегда очень интересно, как происходит жизнь спортсменов, когда у них сборы. Что? Вот для меня это какой-то такой закрытый мир. Закрытый. Где непонятно вообще, что происходит. Вот по разговорам у меня складывается ощущение, какого бывателя, что спортсмены, все время тренируются, круглосуточно, и жизни нет больше никакой. Расскажи немножко об этом. У вас все-таки была какая-то жизнь? Когда общались, подружили? Жизнь была, конечно же, на выходных. У вас бывали выходные? Да, у нас бывали выходные. Ну, на самом деле так, Даш, если грубо говорить, это вот ты проснулся, позавтракал, пошел на тренировку, пришел с тренировки, помылся, пообедал, чуть-чуть поспал, вот так, чуть-чуть, вот так, прям вот так, вот так. Ну, иногда трудно спать, иногда сразу выключает, иногда трудно спать, потому что так все болит, что невозможно заснуть. Это в лучшем случае ты поспал, возможно, еще варианты, что там тебе надо что-то помассировать или на процедуру какую-то сходить. В общем, поспать после обеда, это святое, вообще сон для спортсмена, это святое, это вообще, это все. И когда ты долго спишь, ты, а, меньше ешь, и, б, восстанавливаешься. Это очень важно. Далее после сна ты просыпаешься, идешь на вторую тренировку и приходишь к ужину. Собственно, после ужина у тебя может какая-то начаться жизнь, если у тебя ничего не болит. А если болит, то начинаются компрессы, доктора, массаж, и, ну, где-то к 23.00 ты освобождаешься. И так вот, вот так две недели, три недели. А твой первый чемпионат и твоя первая медаль, что это было? Скажи, вот свои ощущения, и как ты к этому пришла? То есть был ли это для тебя какой-то новый этап в твоей карьере спортивной? Или что вообще для тебя это было? Или ты уже вот привыкла, у тебя это как по накату зашло? То есть ты выигрывала олимпиады, сначала городские, потом областные, потом все выше, выше, выше. Не, ну, нет, конечно, всегда первый чемпионат. Первый чемпионат был юниорский. Это вообще 18 лет. И, конечно же, это незабываемо. Я помню, у меня удивительная история с этим чемпионатом. Я тогда еще бегала 100 метров и, собственно говоря, я отобралась на 100 метров на этом чемпионате, но меня еще взяли в эстафету 4 по 400. Собственно говоря, она потом стала моей посредственной специальностью. Это был 98-й год. 98-й год я попадаю на чемпионат мира. Еще мы все там были. Юра Борзаковский, Лена Синбаева. В общем, это вот вы все те, кто вот... Мы все начинали вот тогда. И я попадаю в финал на 100 метров. Дивительная картина. Меня потом прозвал один тренер. 8 девочек, 8 дорожек. Финал. 7 черных и одна я. Ну, 7 девочек из разных стран. Они с муглой кожей имели. И одна я. Меня прозвали чемпионкой мира среди белых. В общем, тогда я стала первый раз чемпионкой мира. Ну, среди белых. На 100 метровке. А потом мы стали призерами 4 по 400. Серебряными призерами. В эстафете уже. Вот это была моя такая первая. Ну, она медаль, не медаль. Но очень приятно было, кстати. Быть первой среди белых. Но потом незабываемый чемпионат чем олимпийские игры, конечно. Давай об этом поговорим. Мне, кстати, всегда. Для меня олимпийские наши чемпионы это такие святые люди. На самом деле. И для меня это такая загадка. Понятно. Высшее достижение, чем выиграть олимпиаду, на мой взгляд, в принципе, быть, наверное, не может. Потому что ты отвечаешь за всю страну. Это очень большая психологическая нагрузка. И, наверное, очень сильная отдача. Что в этот момент у тебя происходит? Как вы готовились к олимпиаде? Готовились. И это командные соревнования? Ну, у меня командные соревнования. Конечно, у меня командные. Но мы все готовились индивидуально. Но команда, она все равно складывается, конечно, уже на олимпиаде. Потому что до чемпионата России мы не знаем, кто будет в команде. После того, как мы пробежим финал на 400 метров, мы уже понимаем, кого берут в команду. И то команда потом может поменяться на олимпийские игры. Ну, это все сложно. Все зависит от того, кто в какой форме пришел. То есть ты последнего не знаешь, с кем ты будешь в команде? Ну, да. Ту четверку мы не знаем. Да. Ну, бывали у нас там до ночи дебаты и решения тренерские. Тренеры сидели, принимали решение, кто будет в этой четверке. Ну, это всегда такой сложный процесс. Эстафета, это всегда было эмоционально интересно. И за место в эстафете всегда у нас сбились очень активно. Слава богу, я всегда говорила, что надо быть просто первой, и тогда вопросы все отпадут. Очень хотелось быть в тройке. Ну, это железно, что тебя возьмут в эстафету, ты будешь бежать. Какие-то интриги происходили? Ну, конечно же, всякие интриги были. Какие-то отборы там разные такие. А вот. А у тебя ничего не болит? Не подсыпали там слабительное чай? Нет, слава богу, до такого не доходило. Ну, я не удивлюсь, что у кого-то были такие истории. Может быть, не знаю. А Олимпиада моя была, конечно, для меня каким-то таким вообще удивлением, потому что Олимпиада случилась, когда-нибудь было 19 лет. Я, в принципе, не... Ну, я не была, наверное, внутренне готова к ней. Я, конечно, надеялась, но осознанно это была вторая Олимпиада. Это прямо кардинально отличающееся мои внутренние состояния от первой и второй Олимпиады. Потому что первое это «Ух ты!» А второе это «Ну, я знаю, я иду, и я знаю, зачем я иду». Это вот прям осознанно уже было. А были у тебя такие мысли, что вот с первой Олимпиады «Ага, ну это повезло, это может быть случайно, судьба, картуна, а со второй это уже такое более...» Знаешь, завезет сильнейшим все равно. Ну, повезло, всем повезет. Олимпиада это вообще про повезло. Всегда. Там лидер сезона может далеко не попасть в призы. Ну, это такое, там что-то случается невероятное. То есть предугадать можно, но сложно. А атмосфера? Атмосфера такая же. Лидеры сезона могут быть далеко не там, где надо. И это всегда интрига, это всегда какое-то чудо. Я вот сейчас была на чемпионате мира в Пекине. Собственно говоря, в 2008 году были там Олимпийские игры. И вот там сохранился этот дух Олимпийский, вы не представляете. Чемпионат мира был настолько непредсказуем. То есть последние попытки, казалось, что уже все решено. и спортсмены выдавали такое, там сантиметры какие-то... А в чемпионатах другая атмосфера? То есть тут разница есть чемпионат мира и Олимпиада. Я не могу это объяснить, но вот по накалу страстей, по напряжению Олимпиада отличается очень от чемпионата мира. Отличается. Ну, бывает в некоторых видах, да. Но вот Олимпиада просто по всем видам так проходит. Просто вот по всем. И вот стадионы, они Олимпийские, они вот хранят вот эту атмосферу, вот этот дух Олимпийский. Они вот прямо его передают. Я это очень сейчас сильно почувствовала на Олимпийском стадионе в Пекине. Я не попала в Пекин, но там у меня была личная история своя. Ну, не готова была. Нет, готова, но внутренне не собрала. И я так хотела туда попасть, на этот стадион, на гнездо, на это. И в этом году это случилось. И это потрясающе, конечно. Но мне надо, наверное, было туда попасть, и я туда попала. А что поменялось после Олимпиады? То есть наверняка на тебя свалилась нагрузка, еще и связанная с общением с прессой, с какими-то историями, больше связанными с пиаром, с общением. Ты к этому была готова? Ну, с детства как-то приучали уже, да, первый там чемпионат мира, Европа, Олимпийские игры, и мы приезжали куда-то там на студию, нас снимали, брали интервью, как-то я уже немножко привыкала к этому, ко всему. Ну, да, губернатор, президент. А вас как-то обучают, подготавливают? Вообще у спортсменов есть какая-то школа, может быть, медиатренинги? К сожалению, нет. К сожалению. А как ты считаешь, это нужно? Я считаю, что сейчас это очень нужно. Раньше мы, ну, раньше такие времена были, ну, не было столько пиара, не было, не было столько публичности, не было столько возможностей, да, технических возможностей. А сейчас я думаю, ну, я представляю себе на нормального, нормального, элитного, знаменитого спортсмена, не владеющим этими знаниями. Я думаю, что это очень нужно. Очень нужно. Надо понимать, как общаться с прессой, какие вопросы, как уходить от вопросов. В общем, это все важно. Есть такие вопросы, на которые ты не хочешь отвечать, как красиво от них уйти, или как ответить, чтобы не обидеть, опять же таки, да, который тебе задал вопрос. Это очень важно, я считаю. Очень жаль, что не было, очень жаль. Мне было бы это очень интересно. Может быть, я даже больше общалась тогда с прессой, как бы, если ты умеешь такие знания. Иногда спортсмены, ну, я говорю, спортсмены просто настолько живут в своем мире, что не всегда они открыты, и просто так не подойдешь, не к каждому подойдешь. и спортсмену, и нужно что-то же узнать, это, и поэтому нужно правильно подходить и к спортсмену, и правильную информацию от него получать, и владеть нужной, как и прессе, так и спортсменам, разными предопределенными знаниями получения, информации, выбивать. мне кажется, ты сейчас очень сильно вдохновила ребят, которые живут не в Москве, вот своим рассказом о том, как ты тренировалась. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, не одна я так думаю. Какой бы ты совет дала, может быть, ребятам, которые хотели бы видеть себя в спорте, либо видят себя в спорте, либо их родители хотят видеть себя в спорте, но они живут, например, не в Москве, у них нет хороших залов, нет тренеров. Что бы ты им посоветовала, с чего вообще начать свой путь? Наверное, я бы посоветовала начать, конечно же, с мечты, потому что, если у тебя есть мечта и есть желание, то ничего не сдвинется с места. Если у тебя есть просто камень, ты будешь тренироваться с камнем. Да, господи, до сих пор сборная России, мы иногда берем камни. Ну, потому что это природа, он тяжелый, его можно запульнуть, не обязательно брать для этого снаряд. Это вполне нормально. Если есть дорога, ради бога, топтать надо эту дорогу. Мне кажется, мне... Беги, Форрест, беги. Мне кажется, что даже надо сдавать советы московским детям, потому что дети, которые живут где-то далеко, у них есть природа, у них есть... Да, нету каких-то снарядов, оборудования, но мне кажется, у них есть больше желания. А московских детей желаний меньше, потому что больше искушения вокруг, им очень трудно... Мне искренне жаль, потому что им трудно очень сосредоточиться на чем-то одном. У меня есть опыт проживания в Москве и в тихих местах нашей необъятной родины, и я понимаю их, что они чувствуют здесь, особенно еще, когда ты ребенок, если взрослому человеку трудно сделать выбор, а ребенку особенно трудно сделать выбор. Поэтому тут бы я бы больше посоветовала московским детям, наверное, если уж выбрали, выбрали этот путь, то не сдаваться и быть верным своему выбору. Вот у меня было так в детстве. Я выбрала сейчас музыку, я должна сделать все про музыку. Я потом выбрала легкоатлетику, я должна сделать все в легкоатлетике. И у меня нет ни одного чемпионата, откуда бы я не приехала с медалью. Правда. У меня вот я всегда, когда я ехала, я всегда с медалью. Или ехать, или не ехать. Вот если не едешь, если я не отобралась, не едешь, все. А если поехала, то обязательно надо провести медаль. И у меня так получалось. А о чем ты мечтала в детстве? То есть вот твоей мечтой олимпиады как расписывалась твоей мечтой? Или ты мечтала о чемпионате мира? О чем? В детстве, вот совсем в детстве я не думала, что я буду спортсменкой. Вот не думала. я точно понимала, что я кем-то буду. Ну, что-то я сделаю в жизни такое для человечества. Ну, что-то важное. Я понимала эту ролевую какую-то свою такую позицию в жизни. Я понимала. Мне кажется, что я бы реализовалась в любой сфере. Это сейчас я понимаю. Если бы я пошла в музыку, я бы стала музыкантом. Мы бы сейчас говорили про музыку. Но как-то судьба меня определила в спорт. Я в спорте реализовалась. Я не думала, что я буду олимпийской чемпионкой, честно. У меня не было такой мечты. В детстве я хотела быть артисткой. Меня всегда тянуло на сцену. Даже в ТЮЗ я пришла однажды, но кончился набор. Это был судьбоносный, видимо, момент. Я не пошла в ТЮЗ, я пошла в лёгкую атлетику. Ну, собственно говоря, для меня арена, ну, стадионная арена, она тоже как сцена. Ты выходишь сто тысяч, это даже тебе не тюз. Это сто тысяч на Олимпиаде на всякий случай. Ноги трясутся, коленки дрожат. Когда толпа это орёт, ну, да, конечно, когда эта толпа орёт, болеет, это сносится. Это помогает или мешает? Тебе лично? Вот когда ты там, внутри арены, у меня же сейчас два опыта проживания уже лёгкой атлетики, внутри арены и за. Сейчас непосредственно я занимаюсь организацией и проведением соревнований. Я уже езжу как зритель, я смотрю на лёгкую атлетику с другой стороны, и я понимаю, как работает уже организация процесса чемпионата. Никогда я там. Это совсем разные ощущения. У меня иногда происходит, а где же я? Я там или тут? Я где же? Так, всё, ты здесь, здесь и сейчас, ты сейчас зритель. Но вот эти ощущения те, они ещё не отпускают. ты вспоминаешь, ой, как им сейчас, ой, как им сейчас, я помню, как им сейчас тяжело. При этом сидишь на трибуне, но ты-то здесь. И вот у меня два сейчас состояния такие, я и там, и здесь. И когда ты там, это иногда помогает, иногда нет. Но вообще помогает, вообще помогает. особенно, когда это происходит в чемпионат России, у меня часто был чемпионат России в Туле, и там все приходили тулики, естественно, за ними болели. И это поддерживает очень сильно. Во-первых, это поддержка, и во-вторых, ответственность ещё большая. Потому что, когда твой город родной за тебя болеет, это очень ответственно, не хочется облажаться. Можешь им помахать, передать, по-другому. Тула. Спасибо. А после твоей второй олимпиады, у тебя есть вообще планы ещё раз поехать на олимпиаду именно в качестве спортсмена? Или вот после афинского серебра ты понимаешь, что всё, вопрос олимпиады, он для тебя, не то чтобы закрыт, но как спортсмен, ты туда не поедешь уже. Ну, наверное, Даша всё, да. Это очень тяжёлый момент, это очень долго не отпускает, даже не отпускает то, что ты не поедешь на сборы, на соревнования, не отпускает то, что ты на пьедестал больше не взойдёшь в этом качестве. Вот пьедестал и чувство победы, оно очень долго не отпускает, прям не отпускает, аж прям слёзы льются, как это не отпускает. Это нормально, но невозможно вот так вот всё завершить и вот так всё начать. Это такой долгий процесс внутри тебя, мучительный, ты к этому зреешь и принимаешь решение, что всё, наверное, всё. Ты можешь ещё раз, хочется же уже побеждать всё время, хочется быть, всё время в лидерах. Ты чётко себе даёшь ответ, ты вытянешь, ты выдержишь эмоционально, там, не дай бог травмы, ты соберёшься, потом говоришь, нет, наверное, нет, уже не смогу, не хочу. Однажды просто я пришла на стадион, мне надо было бежать, я пришла, смотрю на всё, и не хочу больше в трусах и шиповках, стоять в колодках, я хочу в платье и на каблуках. И вот, когда я услышала свой внутренний голос, вот этот внутри себя, я поняла, что вот он, момент, когда надо красиво уходить. даже не важно, что это будет красиво для всех, как это будет выглядеть, да, а внутри себя это было, чтобы красиво, чтобы не было мучительно больно и тяжело от мысли, что ты что-то ещё не доделал, не реализовал. Это очень важно для спортсмена, все переживают этот момент и все по-разному. Женщинам, кстати, проще уходить из спорта, мужчинам тяжелее. Женщины могут быстро переключиться на женственность, на материнство и уйти в эту сторону. Это помогает быстрее адаптироваться к обычной жизни. Мужчинам сложнее в этом, и тут я им не завидую, конечно. Ну, что делать, такова жизнь. Но ты при этом осознаёшь ту степень, тот пример, который ты подала другим людям, ту ответственность, которую ты вынесла, да, и, собственно, те заслуги, которые ты сделала для своей страны, для России в частности. Это же очень важный момент, он психологически очень тяжёлый, потому что мы когда смотрим на вас по телевизору, мы точно так же и болеем. Сейчас расскажу. Слезу можем пустить. Я не знала, ну, я, конечно, это знала, но я никогда это не проживала. А очень важно человеку прожить это состояние. Вот я это прожила, знаете, когда? Когда были у нас Олимпийские игры в Сочи и Аделина Сотникова, которую не хотели брать в команду, у меня такое было тоже в моей жизни. Ну, взяли, потому что все что-то не захотели меня взяли, а я захотела, думала, что мне терять, но в итоге я приехала с медалью. Ну, как и нее история. Ну, только не с Олимпийской, с чемпионата Европы. И я до этого момента не проживала это состояние, но я уже была не спортсменкой, уже не действующей спортсменкой, я уже работала. и вот когда она победила, со мной вот, вот со мной это случилось. Я поняла, что я делала с людьми, я поняла, кем я была в спорте, когда я была спортсменкой, я поняла, сколько я радости приношу, потому что мне казалось, что все это исключительно для себя, это моя личная амбиция, это мой личный эгоизм, и я к этому ко всему иду. Я тогда не осознавала эту степень, ну, все то, что, что получают люди и общество, когда они меня видят по телевизору, ну, даже мои родные. Я не, не тогда не настолько это понимала, но когда Аделина выиграла Олимпийские игры, я рябела на балконе в голос, просто в голос. Все этажи, все этажи. Да, потому что у меня было вообще такое состояние радости, думаю, Олеся, ну, ты же то же самое делала, ты представляешь, и у меня вот эти два пазла сошлись в моей жизни, и... Олимпийская не плачет. Да, я сейчас вспоминаю, это нереальное ощущение было, ну, потрясающе, правда, я тогда осознала, что я делала, и мне тогда стало горько, что я не могу это опять делать, но при этом счастье, потому что я это делала, и я приносила вот этот свет, невероятная радость человечеству. Многим людям, многим, там, не родителям, не друзьям, а очень-очень-очень многим людям своим вот этим трудом, хотя в тот момент мне казалось, что, ну, что тут такого? это делала. А что случилось после? Ты выиграла олимпиаду, выше уже некуда, ну, в спортивной карьере, да? У тебя после олимпиады еще были чемпионаты мира. Чемпионат мира я выиграла еще. Чемпионаты Европы у тебя были, а вот после уже, ну, все равно, вот они были эмоционально такие же сильные, или это вообще другие ощущения? Что происходило с тобой в этот момент? Ну, олимпиады, это всегда другое событие в жизни спортсмена, это космос. Ну, во-первых, само мероприятие, да, масштабы его, представляете, туда приезжают лучшие со всего мира. Да, на чемпионат мира тоже приезжают, но некоторые иногда игнорируют чемпионат мира, ну, по причине там травм, ну, к олимпиаде собирается и старый млад, и мертвый с космоса, ну, правда, к олимпиаде все. Ну, ну, серьезно, ну, организм мобилизуется по полной. и формат тоже олимпийской деревни, общение, такое количество людей, видов спорта, это энергетика другая, это, представляете, в каком-то государстве еще живет целое государство, это очень мощно, энергетически мощно, это тяжело выдержать эмоционально, потому что некоторые прогорают уже в деревне от одного напряжения, которое там вот стоит, потому что много народу, общение все время, и надо уметь сконцентрироваться, закрыться, извините. были такие случаи, что кто-то так перенервничал, что в конечном итоге не смог выйти? да сколько угодно, ну как, выйти, конечно, выходит, вопрос, в каком состоянии, ну все бегают, все прыгают, какая-то подготовка у вас есть, с вами работает психолог, помимо тренера? Психологи тогда, когда я выступала, к сожалению, не работали, сейчас я знаю, работают, но как правило это индивидуальные запросы, конечно же, если человек, если атлет высокого уровня и такого, который уже столкнулся с медными трубами, совсем-совсем тяжело, нужен человек, с которым тебе надо как-то рефлексировать, все состояния, разговаривать, ну у нас есть друзья, конечно, они тоже иногда помогают, но не всегда иногда нужен профессиональный какой-то спортивный совет, иногда выступает в этой роли тренер, иногда какие-то другие люди, но я считаю, что это очень важно, чтобы у спортсмена сборной был психолог, это очень важно. С нами ездили психологи на Олимпийские игры, я, к сожалению, не пользовалась их услугами, как-то так сложилось, что я могла сама в себе, это называется у нас в спорте, нет проблем с головой, на самом деле есть проблемы с головой у всех, но тебе надо, мозг свое все время надо как-то останавливать и мысли свои останавливать, потому что он выдает иногда такие варианты событий, которые не хочется слушать, и любой спортсмен, наверное, который достиг Олимпийских высот, он умеет разговаривать со своими мыслями и остановить их, и настроить себя на правильное направление и правильное настроить. Хотелось бы, чтобы больше было специалистов, и я знаю, что не так много специалистов, работающих со сборной, ну, во-первых, это опыт всегда, как и для специалиста по психологии, так и для спортсмена, и я хотелось бы, чтобы этого было больше в спорте сейчас. А у легкоатлетов есть, например, у футболистов я знаю, что есть какие-то специальные шеф-повара, что-то такое, вас кто-то специально кормит? Как вы за собой следите за своим здоровьем, за своим питанием? Ну, я уже сказала, первое, это раньше лечь спать, меньше поешь. Вот. Конечно же, у нас все базы были адаптированы по спортсменам, то есть, это были базы спортивные, где доктор обсуждал со столовой, все тонкости нашего питания, белки, жиры, углеводы, все было как-то правильно. Ну, было все. Дальше уже выбор каждого. Я никогда не сидела ни на каких диетах, а то сейчас будут спрашивать, сидела ли ты на диетах, я знаю. Нет, все хорошо было. главное питаться почаще и по чуть-чуть, пить побольше воды, как всем, так и не спортсменам, как спортсменам, так и не спортсменам. 2 литра воды в день. 2 литра минимум, это для обычного, лучше 3, а спортсменам еще больше. Овощи, углеводы были, желательно в первой половине дня, не во второй, не на ночь. Хотя, метатели у нас, метатели грешили у нас, бегали за плюшками. Давай поговорим о той части твоей жизни, которая стала происходить после завершения, скажем так, такой активной спортивной карьеры и у тебя как спортсмена. Вот, что произошло? Да, ты последний чемпионат выиграла, по-моему, в 2008 году. 2008 год, да, что после этого произошло? После этого я зажила. это называется Ух ты! Вау! Правда, мне можно это, и сюда можно, это все можно, ух ты, здравствуйте! Это были такие большие открытые глаза, это было очень круто. Можно все, я наконец-то начала делать то, что я хотела в детстве. Я начала петь, танцевать, я пошла учить испанский, английский, боже, что только не было. Ты похочешь сюда? Да, а сюда? Да, а сюда хочешь? Да, 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 и с вами я тоже поеду. Как-то это вот так было. До сих пор, конечно, продолжать. потому что спортсмен, она вот такая, это я после спорта, я называла это детский лагерь «Солнышко», он прекрасен, несомненно, там были свои другие цели, задачи высокие, но это было очень узко и целенаправленно, а по-другому никак, ну, вот правда никак, если, мне очень хотелось с друзьями туда-сюда, но я понимала, какова цена, и у меня была другая задача, у меня была другая мечта, мне надо было попасть вот туда, и я хотела туда. Друзья сначала обижались, там, «Олеся, ты нас не уважаешь», ну, потом они сидели возле телевизора и уважали, потому что я их так не уважала в свое время, они меня уважали потом, вот, да, жизнь открылась для меня вообще разноцветной радугой, как вот это вот инопланетное чудовище, да, толерантный инопланетянин, было просто замечательно, и до сих пор это продолжается, уже хочется как-то на самом деле очень много всего попробовала, пощупала, жизнь прекрасна, удивительна, жизнерадостность била ключом, она всегда, в принципе, била из меня ключом, но тут после завершения спортивной карьеры это было что-то потрясающее, и это я поняла, как радостно жить, как надо ценить каждый момент своей жизни, жить здесь и сейчас, мне очень нравится жить здесь и сейчас, конечно, строить планы на будущее, но вот фиксировать себя на каких-то моментах в жизни очень круто, они такие ценные, и благодаря спорту этому осознанию тоже пришло, потому что уже не будет этого спорта в моей жизни такого, вот он был такой вот тяжелый, зашоренный, много я не видела, детства не было, тусовок не было, учебы нормальной, студенческой жизни не было, хотя общежитие было в моей жизни, слава богу, я вообще каждому желаю прожить этот этап в жизни, общага, это незабываемый опыт, но вот было все, вот как-то все это было так тяжело, а сейчас это все очень вкусно, красиво, легко, свободно, и мне очень... То есть ты больше сейчас склоняешься к любительству спорта? Да, я сейчас любитель, но на самом деле спортсмену, который занимался профессионально, невозможно бросить, мне давались дни без тренировок очень тяжело, первые три дня, потом бежишь, потом неделя, потом бежишь на тренировку, тело ломало, вот просто ломало, я никогда не думала, что у меня будет ломать тело от того, что у меня нет физической нагрузки, но это тоже потом поняла, вот реально оно просит, физической нагрузки, пойди побегай, пойди со мной что-нибудь сделай, сейчас уже это притупилось, но в начале, когда ты бросаешь, ну, заканчиваешь спорт, надо все время поддерживать тело в форме физического, к активности, потому что метаболизм, он происходит, вот еще все на том фоне, он до сих пор еще происходит в том режиме, и я бегаю, потому что атрофируется сердце, этого нельзя допустить, сердце большое, настолько объемы крови пронесло, да, и оно большое, правда, но не только большое, вот так большое, но еще физически большое, поэтому и надо все время поддерживать себя в форме, бегать, давать себе физическую нагрузку, это, с этим я уже смирилась, это по жизни со мной должно происходить, каким спортом ты для себя сейчас занимаешься? Я бегаю, раз, я бегаю на сборах с детьми, я прям становлюсь таким, знаете, бегущим тренером, да, есть такой играющий тренер, который на поле играет с игровыми видами спорта, а я бегущий тренер, я их гоняю еще до сих пор, кстати, они такие, Олеся Николаевна, я, ну, извините, но потом подходят и говорят, вы с нами побегаете, ну, в некоторых моментах они такие же на ты переходят, я же бегущий тренер с ними, можно и на ты перейти, типа на равных, и мы бегаем с ними отрезки, я их еще умудряюсь где-то там подободрить, но им нравится, знаете, это такой хороший опыт, вы так рядом, не просто там какая-то, я чемпионка там хожу, важная, начальник, а когда ты с ними вот так вот, за руку еще, давай, давай, не отставай, типа шаг держи, не семени. Это ремесло все равно, то есть для тебя это, в принципе, если взять составляющую бега, да, то есть для тебя это и до Олимпиады, и во время Олимпиады это было ремесло, в котором ты самосовершенствуешься, где ты берешь какие-то призы, а сейчас, соответственно, учишь других людей, правильно? Правильно, ремесло, это то ремесло, которое люблю делать, по жизни, да, и сейчас это до сих пор в моей жизни, я бегаю, еще и катаюсь на роликах летом, и на фигурное катание хожу зимой, собственно говоря, где мы погонакомились, ну да, где мы познакомились, да, на фигурное катание у меня зимой, это отголоски мамы, она мечтала, она мечтала сама быть фигуристкой, не реализовалась, и это наложилось, видимо, через кровь генетически на меня, я люблю фигурное катание, и еще каток был у меня в детстве рядом под дом, поэтому это очень любимый спорт, еще я, что я еще делаю, танцую я еще, я танцую сальсу, вообще не представляю себе сейчас без танца, мне очень нравится, давайте прям вообще делим, не, не, я делал кроссовки на всякий случай, дурок, думаю, меня заставить тут бегать, вообще сейчас мне нравится тенденция, ходить в платьях, в кроссовке, и вообще нравится, что сейчас все бегают, потому что еще года 4 назад, когда я была в Нью-Йорке, там все бегали, и я была в ноябре, все готовились к нью-йоркскому марафону, это было что-то, я думаю, боже, полгода, Нью-Йорк живет исключительно этим мероприятием, просто оно меня пронизало с ног до головы, и когда я 2,5 часа смотрела марафон, вот возле телевизора, это для меня было такое откровение про меня, думаю, вау, вот это ты дала, это тебе интересно, это так интересно было, они так вкусно это подают, 2,5 часа смотреть марафон, это для меня оказалось, это как будто это что-то невероятное, кино посмотрела, сериалы, очень интересно, тогда еще бежала наша спортсменка, Люда Петрова, она как раз бежала в тройке, конечно, болела за нее, оно было очень интересно, и тогда я думала, ну почему же у нас так, не так все бегают, вот, вот оно настало, это время, все побежали, это очень здорово, очень приятно, очень здорово, я рада, что все бегают, у меня в офисе все бегают, когда я закончила спорт, я кричала, я пробегу марафон, все тогда говорили, ты уверена, может не надо, а сейчас уже у меня в офисе, половина офиса пробежала в марафон, поэтому, я еще до сих пор не пробежала, я уверена, что это сделаю, где ты сейчас работаешь? Я работаю в Москомспорте, и у нас организация проведения соревнований здесь в Москве детских, ну, то есть там старшие, юноши, юниоры, молодежь, какие-то там еще у нас дополнительные соревнования проходят, и я езжу со сборной Москвы на первенство России, у меня разные взрослые. То есть ты как твоя деятельность называешься правильно? Ну, правильно, я у них руководитель, как старший тренер, руководитель команды по определенному возрасту, и я их заявляю в соревнованиях, я организовываю мероприятия, все, выезд, билеты в гостиницу, я их заявляю на соревнованиях, естественно, я за них болею, там, мне говорят, что я плохой начальник, я говорю, почему? Ты не сидишь на трибуне, ты носишься по всему стадиону, нормальный начальник должен сидеть на трибуне и контролировать процесс, я говорю, я ненормальный начальник. Я предлагаю потихонечку переходить к вопросу, потому как время наше, скажем, постижно, тоже бежит вперед, вот, и напоминаю, что у нас есть призывы. У меня вот такой вопрос, у каждого соревнования есть свой некий талисман, кто-то там, что-то женщина, кто-то, что-то почему-то прикладывает. Все спрашивают про это, да, спасибо. Сейчас я бы, наверное, ничего уже с собой не возила, но это приходит все с возрастом и с осознанием себя, своей внутренней силы и своей уверенности в себе. Когда мы маленькие дети, нам все время хочется что-то взять, что-то держать, все возят, дети все возят. Я возила на самом деле, я тогда встречалась с парнем, он был потом моим мужем, и у меня такой был резиновый ежик, я его с собой возила. Он был со мной на всех сторонах. Тогда еще позволяли через колл-рум пронести эти некие вещи, свои такие маленькие. А сейчас уже, конечно, невозможно пронести, я его даже на стадион носила. Сейчас это невозможно сделать. Был у меня он, возила я его, потом в какой-то момент, повзрослев, уже поняв, что, ну, что мне, игрушка, я перестала возить. Ну, и все равно есть какие-то схемы, есть они там, завязать правый шнурок, потом левый, а я не так завязала, это что-то раз так завязала. Все время какая-то есть привязочка, такая небольшая, к чему-нибудь, чтобы поуверенности я чувствовала. Ну, это, наверное, для самоуверенности, что ли. И контр... Суеверный, нет, нет, вообще, 13, нет, кошки, это вообще не про меня, 13, да, я 13... Нет, такого не было. Была какой-то... Интуиция, да, суеверия, нет. Вот какие-то такие жесткие, жесткие схемы, придуманные народом, не работали. Были какие-то внутренние свои ощущения, надо идти или не надо, делать или не делать, слушать или не слушать. А сейчас нет. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Так, вот, реализация бега сейчас, на самом деле, многим людям сложнее начать бегать, потому что, я знаю, что поколение моей мамы, допустим, они просто выходили и бежали, но сейчас, если скажу, кей-буклу, как начать бегать, огромное количество информации. Нельзя бегать по спарту, бедные колени, бегать по лесу, может быть, там, маньяк. Иметь с собой воду, да, должно быть определенное какое-то количество. Я бегаю в обычных кедах с рынка, потому что это должно быть определенный спортивный опыт, можно выбрать определенное одежда. Там, сколько можно, нельзя, нельзя. Потому что можно из маньяк. Да, машина тебе, но можно письмо, поэтому вот тебе ассортимент музыки. Ты абсолютно путаешься в том, как правильно начать. Прямо у тебя есть недостижимые авторитеты, которые пробегают очень быстро, марафон, тебе страшно до них не дотянуться. С другой стороны, куча информации, которая тебя сбивает. И среди моих знакомых, особенно среди моих знакомых, подростков, очень многие начинают верить, потому что путаются, и не понимают, как ли это можно, или реально нужно скупить весь адюдас, и только выйти на определенный фон, и так далее. Есть какой-то их минимум, вот какие-то определенные вот реальные правила, вот которые вот это, это и это обязательно, а дальше уже опционеры. Дальше все опции, да? Ну, правда, я согласна. Сейчас столько много всяких сайтов, советчиков, куча информации. Сейчас уже ГТО готовят, то есть настолько обленились, что уже даже ГТО готовимся, пресс покачать нам с утра, надо, чтобы человек над тобой стоял, говорил один, два, ну ладно, отпустим. Согласны с этим, минимум, минимум, конечно, раз, это желание, это первое, второе, это обувь, конечно, обувь, потому что, ну, это важно, обувь важно, ну, и то, если вы хотите там просто, ну, что-то чуть-чуть пробежать, чуть-чуть побегать, где-то обувь не так важно, но лучше, конечно же, сейчас просто очень много вариантов, много возможностей купить обувь, если раньше мы там все действительно одевались с рынка, и у нас был один турецкий свитер, и мальвина, то сейчас есть выбор, слава богу, хорошие обуви, и обязательно обувь, тут я полностью согласна. Одежда, ну, то есть, что там вы на себя оденете, это уже не важно, главное, чтобы вы чувствовали себя в этом комфортно, господи, это главное настроение, в конце концов, просто вот желание выйти и побегать, да, пробежала три километра, устала, пройди километр, я сейчас, вот правда, я высоких там достигла, высот в спорте, но я не заморачиваюсь, иногда мне, вот, ты там, надо пробежать столько, потом бегу и думаю, беги просто вот в радусе, просто радуйся, и это пронесет гораздо больше тебе, твоему организму полезности, здоровья, ты будешь любить этот бег, ненавидеть его, потом уже когда ты, у меня сегодня десятка, мне надо, мне марафон там, ну, есть такая иногда вибрационное поле такое, которое, давай, надо, надо, ну, не надо, по чуть-чуть, в кайф, чтобы это было в удовольствие, пойти побегать, потом пройти километр, ну, ничего страшного, ну, главное, ты пришла домой, улыбаешься, и мама пришла улыбается, но я не кричит на всех, почему здесь посуда не помыла, ну, вот я как бы за это, какая особенность обуви должна быть? Обувь надо выбрать себе, во-первых, это должны быть кроссовки, да, не кеды, ну, все, все просто по-разному подумают про спортивную обувь, ее сейчас много, кроссовки, кроссовки должны быть мягкие, то есть стопа у них должна, ну, я так люблю, я просто люблю, чтобы я чувствовала стопу, чтобы я могла ей работать, я не люблю, когда это толстая какая-то подошва, ну, вообще, все зависит еще от уровня бегуна, чем он выше, там, люди переходят на более тонкую подошву, марафонки это называется, сначала бы я всем рекомендовал просто какие-то беговые кроссовки купить, там, в Найке, в Адидасе, в Бруксе, в Мизуно, в Асикс, ну, вот это такие фирмы, которые, как бы, специализируются на беговой обуви, вот у меня Найк, ну, вот, и то я бы, наверное, не стала бегать, вот в Эддих, ну, можно, но для тренировок, я подобрала бы себе другую модель, более комфортно, все это, на самом деле, индивидуально, все подбирать, все надо пробовать, на самом деле, мы тоже все пробуем, пробуем, пробовали, приходит такая модель, пробуем, не пошла, и у всех разные, исключительно вкусы, у всех разные особенности, индивидуальные, постановки стопы, тела, топометрические данные, и кроссовки выбирают абсолютно все разные, кому как удобно, некоторые вообще стельки вытаскивают оттуда, бегают, некоторые делают себе стельки дополнительно ортопедические, им удобно, вот, поэтому, конечно, лучше не экономить, не покупать это что-то там с рынка, пойти в специализированный магазин, слава богу, они сейчас есть, посоветоваться, проконсультироваться, померить, если вы бегаете марафоны, и много бегаете, покупите себе на полразмера побольше, потому что нога распухает, когда долго бегаешь, и обувь начинает жать, никогда не берите себе сильно впритык, если вы бегаете много, если это там короткие какие-то отрезки, можно брать размер-размер, если длинные, то лучше взять чуть-чуть побольше, ну и носок можно пододеть зимой, в конце концов, шестину, если вдруг холодно, вот, такие вот какие-то особенности, но все индивидуально на самом деле, плееры, как хотите, я люблю с музыкой бегать, да, мне нравится, она меня заводит, хотя иногда вредит, начинаешь разгоняться, думаешь, а, опять быстро начала бежать, ну, иногда она выбивает из нужного ритма, если надо бежать по определенному графику, то лучше подобрать себе на удар, на определенный удар, музыка на 140, мы бежим под музыку на 140, не надо там, то, что я люблю, да, меладзе, а потом, рамштайн, ну, по-разному будет работать, можно что-то такое медитирующее даже, некоторым эта музыка помогает бегать, я ответила на ваше вопрос, спасибо, да, и я уже готова сдаться, тебе не хотелось заниматься, можешь ли ты мне дать какие-то советы, как маме, да, да, сейчас вспомню вспомню вот по детству вспомню про музыкальную школу я был момент у меня наверное вот он скоро будет у вас тоже какой-нибудь ну как правило вот эта середина середина какого-то пути она сильно ломает его ты или бросаешь и идешь дальше если ты дальше уже пошел то все ты дойдешь до конца у меня был такой момент музыкальной школе тоже четвертый класс к там 77 учиться надо и у меня там четвертый класс как мне уже хотелось уже все не было сил на такой был момент что хотелось уже бросить школа уже много было и музыкалка и все это переходный как раз такой период 13-12 лет мама мне помню сказала не знаю почему ты мне это собрало дочь ты четыре года уже учишься осталось всего лишь три ты уже больше половина до больше половина слушай мы уже четыре года платим за музыкалку столько денег вложили я такая правда соберусь я я собралась на самом деле ну это было про музыкальную школу а в спорте что меня мотивировало мотивировало то что ну амбиции личные конечно надо вот поджечь вот это в парнях надо что-то зажечь такое что ты будешь лучше среди там лучших ты представляешь приходишь какую-то историю надо придумать такую чтобы он понял что он герой девчонки дальше ты понимаешь что ты можешь заработать что это в какой-то момент становится твоей работой я помню что я приходит такой момент ты понимаешь это профессия не просто так хобби которые тебе нравится а это стало становится твоей профессии мы что-то про профессии и ты вот тогда понимаешь ты берешь ответственность за то что ты делаешь это ты выбираешь эту профессию и ты должен работать в этой профессии и зарабатывать деньги потому что у тебя есть мама сестра и ты и тебе надо учиться ну и во первых ты зарабатываешь ты становишься популярным человеком к тебе приходит слава но кто этого не хочет конце концов деньги слава ну о чем я рассказываю какая тут может еще другая мотивация конечно дети на сам слава очень помогает на пятилетних на самом деле я тоже я сейчас думаю но дети ну вот они ну что мне кажется неинтересно им так интересно они медаль получили они плачут они так они если не получили они так расстраиваются и для меня ну я уже много медали получил ну медаль еще там положу в мешок одну медаль в какой-то момент уже считаешь думаешь а сколько я заработала медаль в какой-то момент это медаль чем-то подкрепляется а для детей это так важно просто невероятно я сейчас это безгранично ценю думаю вы что медали не хватило или подарка кому-то не хватило я всячески пытаюсь это там отметить у меня проходят мои соревнования в калуге я провожу на свои призы то что в той школе которая начинала тренироваться тогда чтобы детский юношеский клуб вы представляете это сборище кружков детских юношеских кружков и в общем в стенах вот этого детского юношеского клуба я за начала заниматься сейчас это все переросло в детскую спортивную школу юность и спасибо вам большое за идею они своими силами проводят эти соревнования я естественно помогаю своими подарками там еще с нами кока-кола приезжает и все ждут когда я майки привезу я приеду мы все сделаем фотографии мастер-класс мы бегаем там веселимся улыбаемся хохочем дед мороз под новый год снегурочка и это очень важно это так важно и мне казалось что ну вот опять я приеду опять эти майки опять эти медали нет у нас такой еще нет у нас такой медаль была это невероятно важно для них и вот до медали это подарок подарок какой-то очень важно это подарок обязательно если ты это сделаешь тебе будет такой подарок эти любят подарки помню сейчас расскажу одну историю как я пришла вообще удивительно тоже люди встречаются в жизни я как-то раз еще в музыкальной школе сидела смотрела будучи там вся в музыке сидела смотрела телевизор и я помню чемпионат европы бежала привалова ирина и бежал еще там еще российская спортсменка потом когда я переехала в тулу оказалось что это спортсменка который я посмотрел тогда по телевизору и мне уже говорили что не пора бы тебе детка в легкую атлетику мне пока как раз попадается этот слайд эта спортсменка оказалась женой моего тренера да прославлен наталья николанковская когда которая как раз бежала на чемпионате европы и я я вот в эту секунду я смотрел это телевизор и я видела как она финиширует она была вторая или третья не помню простите не помню и я увидела ее и потом я впоследствии к ней попадаю она была моим тренером опять же таки помогала моему моему тренеру то не вдвоем меня тренировали на для меня было вот каким-то тогда примером вот таким большим примером еще к моему тренеру приезжали тоже разные известные спортсмены и он немного рассказывал про них но какого-то прям сильно кумира тогда не было мне даже мне кажется сейчас есть какие-то камеры мне нравятся те спортсменки которые сейчас бегают мне нравится я эстетически люблю смотреть на их бег и как они выступают а тогда как-то я не тянулась вот наталья николаевна была для меня таким вот самым близким просто она выступала на международных соревнованиях она как-то важно очень когда с тобой близкий такой человек все реально да все понимаешь что все реально и она вот со мной рядом была и для меня она была такой поддержкой и она верила что я тоже мне все еще как-то на наталья николаевна похоже чем-то там фигурой мне так было приятно думаю значит тоже смогу это сделать давайте еще задаем вопросы и уже скоро нам пора лезть да привет такой вопрос как профессионалов я бегала еще когда я бегаю в водных а потом случилось такое что эта история сложилась которая меня вывела вообще вот ритма спортивного подсказать как начать бегать что с этим делать а знаешь его вот надо узнать это сдерживающий фактор но по-честному сесть и поговорить с собой но больше никак потому что наверно все ответы это внутри нас и спросите а почему ты не хочешь идти даже в зеркало можно посмотреть сказать наташа почему ты не хочешь в воде бегать может одно что-то тебе скажет что-то болит не знаю тело не хочет душа не хочет что не хочет да у всех такие состояния бывают невозможные то что тебе ну наверное это внутренняя твоя сила которая тебя движет потому что тебе надо это сделать и просто необходимо это сделать тебе надо умереть наверное ну чуть-чуть умереть наверное пока ты чуть-чуть не умрешь но это я всегда так называла невозможно пробежать 400 метров чуть-чуть не умереть вот у меня все вот все время ты в каком-то таком состоянии что кажется все и вот только после пройдя это ты выходишь на другой уровень и надо вот это вот перешагнуть вот этот момент когда все вот его просто надо пережить его надо осознать все я не могу вот просто это конец просто конец ты осознаешь да это конец ну пойдем дальше его надо осознать не мучиться там в этом все в этом состоянии вариться это жалость себе что ли ну в какой-то момент не надо жалеть себя ну надо пойти дальше посмотреть а что там дальше за жалостью к себе может быть что-то удивительное как ящик пандоры там вот ой там так темно ой так туда не хочется туда залезаешь а там бриллианты сверкают ну правда иногда такое бывает иногда многие вещи не хочется в себе признавать а признав потом оказывается что не так все страшно раз и а там оказывается за этим еще много всего интересного кроется поэтому надо попробовать пойти глубже не остановиться на этом признать вот это состояние вот его надо признать да мне сейчас плохо не хочу ну я хочу туда пойти посмотреть что там дальше попробовать попробовать может быть станет понятнее и легче и это как супер компенсация она после какого-то километра приходит кажется что вот все я не хочу я не хочу все мозг тебе говорит успокойся остановись не надо ну зачем тебе это надо он все время будет с вами в диалоге он вам придумает такие сказки так все разложит так красиво ну ему надо говорить помолчи 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 и вот тогда тогда оно приходит и уже час пробежала и как я час пробежала какую-нибудь себе там историю придумать считалочку какой-нибудь чем-нибудь у нас все время мозг занимать тяжело тяжело но надо если нет при этом физических каких-то ограничений если тело если тело не дает то надо решить проблемы с телом а если голова то с головой надо разговаривать попробовать туда за пределы себя ну были такие моменты бывает и тело отказывает ну вот отказывает никогда нельзя бросать да никогда нельзя бросать дистанцию вот иногда бывает все что дядька с утюгом стоит и так по коленкам нет нет вообще не позволять никогда надо до финиша все время и один раз позволишь будешь все время бросать а если они не позволят тебе этого то финиш всегда будет за твоими плечами спасибо давайте еще вопрос и у нас время у нас есть книжка и лучше и с на на возможно если с 1 как для себя понять действительно тебе ну то есть цену которую ты заплатишь действительно она того стоит или может быть любительский спорт ну там что же достижение было конечно сейчас слава богу очень много достижений через любительский спорт ну и вообще как-то все бегают стремятся ставить себе задачи айронмен марафоны все как-то очень популярно стало к сожалению да много у нас и я сейчас сталкиваюсь с тем что дети сейчас во первых дети уже не те начнем с того сейчас да общий генофонд как-то оставляет желать лучшего по части здоровья детей и это сильно видно если еще где-то там не в Москве где-то в других городах детки покрепче но и то вот к сожалению травм у нас много и здесь очень важно плавно очень нагружать детей занимаясь хотя возможно это вот сложно сложно по причине того что нужны очень важно учитывать индивидуальные еще особенности ребенка как он растет бывает вы знаете растет ребенок и ему не надо сейчас потому что у него все будет болеть все вылет кости это все растягивается связки все все находится в процессе и нагружать этого ребенка не стоит надо лучше подождать у нас многие сейчас форсируют это хочется же быстрее быстрее чтобы дед достигли каких-то результатов у тебя были чемпионы зарплата тренерская все это ну такая цепочка очень длинная нехорошая родители тоже что-то хотят да там давай сами не добегли давай там пришел в тренировке папа еще давай покачаем это некоторые такие есть пошел с тренером потренировался еще с папой пошел потренировался потому что он решил что ты разгильдяничал на тренировке и это во-первых индивидуальный вопрос с каждым ребенком родителям нужно быть очень внимательным к состоянию ребенка что он хочет и что он чувствует вообще по телу смотреть их надо сейчас очень часто массажисты остеопаты чтобы выстраивали их потому что пошел на тренировку упал уже перекос пошел подрались или что-то там случилось виражи мы же по виражам бегаем уже идет перекос таза тут перекосила и пошел сдвиг во всей системе все все вы не заметите как через полгода у него заболит колено и можно довести до мениска контроль вот это реальный контроль вот это родительский контроль тренерский контроль потому что ну ты должен все равно нагружать его естественно естественно физическая нагрузка идет ее надо просто контролировать правильно контролировать это сложный вопрос ну он очень важный потому что до сборной России сейчас вот ну мало кто доживает в таком состоянии приходят дети что больно и обидно смотрю статистику и хотелось бы лучше правда и же я думаю что я думаю что во первых это решает ребенок правда я всегда спрашиваю хочешь он вот учиться не учиться я говорю ему сядь поговори сам с собой хочешь ты или не хочешь вот что ты выбираешь ты хочешь быть спортсменом у тебя не будет вот это вот это вот этого ну нет ну не будет не будет там учебы не будет такой учебы качественной которую хотят твои родители то есть это сядьте семью решите что вы хотите готовы ли тебя родители поддержать это же важно или если родители направлены на то чтобы он учиться пошел а ты хочешь стать олимпийским чемпионом а у тебя дисбаланс в семье уже у тебя поддержки нет это важно когда тебя родители поддерживают и конечно есть да талант должен быть конечно талант несомненно и если ребенок талантлив он выберет спорт и конечно ему надо донести родителям надо донести что ваш ребенок талантлив маме моей доносили она тоже а как же учеба да ну многие давят на учебу хотя сейчас тенденция к тому что многие хотят вырастить спортсменов и несомненно нужно этому таланту помогать и сказать ему что плюс таланту нужно очень много трудиться на одном таланте не стать олимпийским чемпионом никогда талант трудолюбие поддержка семьи поддержка тренера контроля состояния здоровья и вы не заметите как ваш ребенок будет приносить медали и станет олимпийским чемпионом вот а если не будет чего-то ну это целая целая система которая должна работать как механизм так вот один ты не пробьешься это команда конечно без поддержки государства без баз без возможности выездов на сборы это тоже невозможно в общем это целая система которая должна правильно работать я на своем месте тренер на своем месте каждый должен быть на своем месте и делать свою маленькую работу и тогда получится результат пожалуйста